Женщин, которые довольны своими волосами, можно заносить в красную книгу. Давайте проведём небольшой тест на состояние волос. Найдите один волосок у себя над виском, вот здесь вот выше уха. Возьмите его, зажмите между большим указательным пальцем, как мы ножницами в школе закручивали полоски бумаги. Вот так вот. И затем отпустите. Волос крутится в пружинку. Затем снова растяните его и подождите 10 секунд. Отпускаем. Если волос снова закучерявился, значит, ваши волосы в порядке. А вот если он остался прямым, значит, волосы ослаблены. Что в этом случае делать? Сегодня взглянуть на проблему с волосами можно по-настоящему близко. Вот этот прибор называется трихоскоп. Он видит волосяные луковицы и кожу головы с увеличением до тысячи раз. Есть сиборея под вот этими чешуйками. Там повышенное салоотделение, за счёт чего они, в общем-то, образуются. Трихоскоп даёт возможность в реальном времени оценить, в каком количестве и как быстро растут волосы. Врач выбривает маленький участок волос, ставит метку, где именно удалили волосы, и пациент возвращается в клинику через два дня. И с помощью программы Трихосайенс, трихологической, мы прокрашиваем те волоски, которые отросли. И программа уже в дальнейшем позволяет нам высчитать диаметр каждого волоса, какое количество пребывает в нормальном состоянии, какое количество в велосном, то есть когда совсем волос повреждён и стремится к исчезновению. Если заключение не радует, врач обязан направить пациента на анализы. Общий анализ крови, гормональный фон, минералограмма. Ведь волосы – индикатор состояния всего организма. Здесь какая-то есть внутренняя причина, потому что вот височки вот эти заостренные, есть даже некоторые простующие фолликулы. Видите, они должны выходить по два, по три, то есть мы увидели, что не норма. Но фототрихограмма работает не только на диагностику чего-то по-настоящему серьёзного. Врач даст совет, как лучше ухаживать за кожей головы, что делать с волосами, если их состояние совсем не радует и поможет найти причину. Если волосы сильно выпадают, то это может быть гормональное нарушение фона. После отмены контрацептивов, после перенесённого наркоза, то есть операции, возможно обнаружить заболевание крови, аутоиммунные состояния и даже онкология. Поэтому затягивать с этим не стоит и нужно приходить к врачу обследоваться.